Всем привет, друзья! На связи Слай! И добро пожаловать на обзор, вероятно, лучшего мини-режима 2020 года под названием Lucky Wars, где прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим на новое обновление 2.0 А три подписчика, ставящих лайк и комментарий под этим роликом, получат лицензию Майнкрафта! А по зимнему промокоду Слай в описании тебя ждут интереснейшие скидки на самые дешевые лицензии Майнкрафта и Вимеры, так что обязательно зайди и забери их! Итак, друзья, наша игра уже начинается на одной из новейших карт последнего обновления под названием Время Приключений и прямо сейчас в этом ролике я покажу и расскажу вам все их изменения, а вместе с этим, постараюсь, конечно же, вместе с вами определиться и решить, является ли данный мини-режим Lucky Wars одним из лучших в этом году и вообще, заслуживает ли этого статуса наравне с прошлыми мини-режимами прошлых лет тем же самым Sky Wars и Bad Wars усаживайтесь поудобнее, ведь прямо сейчас мы рассмотрим целых 30 изменений и вместе с этим абсолютно все новые карты Итак, не будем задерживаться и давайте начнем Первое изменение, которое определенно точно вас всех затронет это, конечно же, приближение данного режима к дате своего выхода, поскольку уже в ближайшее время бета-тест будет закончен и обычные игроки в AIM World наконец-таки смогут зайти на этот режим и насладиться новыми изменениями, а также игровыми механиками Произойдет это в ближайшие дни, однако, вместе с этим, пока этого еще не произошло вы по-прежнему можете найти дешевые вимеры, вплоть до 50 копеек за штуку в моей группе ВКонтакте по ссылке в описании Следующим изменением, которое вас наверняка заинтересует это, конечно же, наконец-таки сокращение количества смертей в этом режиме, поскольку, наконец-таки, игроки этой мини-игры больше не будут умирать каждую секунду Теперь вы поживете в два раза дольше И да, это по-настоящему случилось Наконец-таки убрали-таки очень опасных Исушителей и многие другие локации которые просто-напросто появлялись после спавна Локи Блока и вместе с этим после разрушения мешали игрокам наслаждаться этим режимом И вместе, конечно же, с изменениями стоит перейти к псевдорандому который наверняка вы заметите, если ранее играли в эту игру поскольку теперь, когда вы ломаете Локи Блок вы видите не совсем рандомную ситуацию которая позволяет вам, по меньшей мере, не ловить флешбеки от того, что вы секунду назад ловили ровно такое же событие из вашего Локи Блока Ну а вместе с этим, также полностью пересмотрели рандом и теперь вы не можете выбить лучшие вещи буквально с первых блоков на своем острове из-за чего вам всегда придется бегать в поисках этих Локи Блоков и стараться хотя бы немного, но постараться таки найти себе новые ресурсы где-нибудь на соседних островах Естественно, завалутаться на стандартном острове больше у вас никак не получится поэтому время приключений вас ждет Ну а мы проходим, конечно же, к следующим изменениям Следующим и еще более интересным новшеством конечно же станет то, что игры стали гораздо дольше Если ранее игроки жили не более двух минут то теперь, с продлением времени жизни игроков конечно же увеличилось и наслаждение от этих игр Ну и учитывая, что они стали более продолжительными стоит отметить и другие новшества, которые позволили это сделать Например, то, что теперь Луки и различные другие предметы обладают некоторой вероятностью на события взрыва или каких-либо других бонусов, скажем, отравления И у вас больше нет возможности взять и подорвать всю карту буквально с пары своих выстрелов, как мы это делали в прошлой серии обзора бета-тест-версии, как раз таки данной мини-игры Ну и естественно, игра за счет этого стала еще интереснее Продолжаем наши новшества и переходим к убийствам и конечно же эффектам, которых раньше просто-напросто не было И теперь Sky Wars'а нам привнесли дополнительное новшество везде зеленого экрана при убийстве какого-либо игрока А вместе с этим, также Bad Wars мостов, которые мы вроде как уже вместе с вами нашли и даже прямо сейчас можем поставить, которые были взяты из позапрошлогоднего режима под названием Bad Wars Quick И да, разработчики судя по всему решили просто взять и сделать максимальную солянку из тех предметов и режимов, которые вы когда-либо использовали и прямо сейчас отправляясь на карту Конструктор, которая определенно точно посвящена Jump League мы можем встретить вот такого зомби-профессора, а также вместе с этим конечно же минера, который постоянно скидывает TNT он невероятно силен и вместе с этим, прямо сейчас, оказываясь в подводной клетке есть опять-таки тех же самых лаки-блоков, которые вы уже встречали в обычной бета-версии прямо сейчас давайте постараемся выбраться и параллельно вместе с этим я покажу вам еще одно новшество например, связанное с количеством жизни над игроками теперь при убийстве какого-либо игрока вы будете постоянно знать, сколько урона вы ему наносите ну и благодаря этому сможете ориентироваться на ваш меч на остроту 10 уровня, который наверняка вы ранее никогда в Майнкрафт не использовали только что, кстати, мы встретили очень интересного зомби который повторяет нашу броню и просто полностью ее копирует пытаясь нас добрать, но и вместе с этим покидая эту игру также стоит отметить, что радиус поражения у этого зомби куда больше, чем у обычного и вместе с этим сравним с обычным игроком ну а прямо сейчас, ища приключения и пытаясь хоть как-то спастись от фаерболов нашего Гаста который, кстати, теперь живет с более повышенным количеством здоровья нам бы стоило, я думаю, отправиться ближе на центр поскольку я не уверен, сколько мы еще проживем вместе с такой вот таки очередью из фаерболов ну и, конечно же, колоссальным количеством противостоящих нам Гастов которые заспавнились на этой карте тем временем, я не помню я говорил или нет, но убрали Исушителя поэтому теперь полетать исключительно на Гастах смогут отчасти не все игроки ну и, конечно же, не стоит забывать про старые карты которые, конечно же, никто не убрал но все же я думаю, что нам куда интереснее новые карты и именно поэтому мы отправляемся на карту Светилища на логотипе которой прямо сейчас мы можем встретить логотип самого проекта но, впрочем, не будем задерживаться и, переходя все к новым и новым картам прямо сейчас окажемся на карте Восход на которой я бы хотел вместе с вами рассмотреть новые предметы, которые вы еще не видели например, прямо сейчас я уверен, что мы найдем фейерболы а пока мы их ищем, конечно же, стоит сказать про то, что теперь можно бросать находящийся ТНТ но и вместе с ним, также найти и более интересные предметы например, слить платформу очень похожую на платформу из Бэдварса которая, однако, подкинет вас, если вы на нее упадете но и вместе с этим, конечно же, палку Исушителя которую найти невероятно сложно и пока что за все 10 игр, которые я уже сыграл в этом режиме для поиска интересных кадров для этого ролика конечно же, стоит отметить, что это, наверное, самый редкий предмет который когда-либо здесь появляется продолжая тем временем искать наши приключения конечно же, перейдем и к новым мобам а именно, к зомби-подрывнику который видит такого вот очень интересного зомби из явно другого измерения постоянно пытается нас подорвать однако, совершенно не получает этого урон из-за чего, становясь просто невероятно опасной целью которую вам стоит максимально быстро забрать хотя бы с нескольких ударов вашего меча ну а если же у вас это не получится сделать то он определенно точно вас подкинет и вместе с этим, после взрыва, нанесет колоссальный урон последующими подрывами поэтому советую вам быть поосторожнее и прямо сейчас, продолжая нашу игру почему-то не поджигая нашего соперника давайте постараемся его забрать и наконец-таки, все-таки, оттолкнуть нашим луком просто на откидывание и горящую стрелу также появляются теперь и обычные луки думаю, вы это прямо сейчас уже заметили ну а говоря о них, конечно же, стоит отметить что все эти луки появляются не так уж и часто однако, зачастую, заменяют те самые опаснейшие которые могут найтись, таки, только исключительно при наличии у вас довольно хорошей удачи ну и, конечно же, их шанс будет постоянно меняться в зависимости от вашей прокачки лаки-блоками в данном мини-режиме дольше играете, получаете лучшие зачарования играете еще интереснее кстати, вот там вот видите, игрок у нас кидается тенькишками думаю, это было заметно и, впрочем, даже несмотря на то, что нам только что помогли выбраться мы отправляемся на следующую карту под названием Черная метка на которой прямо сейчас я все же постараюсь дожить до финала игры и вместе с вами опять-таки подчеркну то, что игры стали дольше хоть это, возможно, зачастую не чувствуется продолжаем нашу игру и поиск, конечно же, новых лаки-блоков а вместе с этим стоит рассказать про новый вид событий TNT Фонтан и вместе с этим Дождь и Стрел которые вы также можете получить абсолютно спонтанно даже на начальном острове и немного разочаровавшись, потеряв таки стандартный лаки-блок все же постараться победить все же, конечно же, уже не надеясь на удачную победу продолжаем тем временем наши надежды и вместе с этим, переходя уже к центральному более-менее центральному острову посмотрим, что нам попалось например, лук на силу 5 и вместе с этим откидывание 3 причем, кстати, максимальное откидывание теперь равняется 4 найти более сильное вам больше не получится поскольку его просто-напросто убрали но, однако, это никак не помешает вам все так же скидывать игроков просто со всей карты откидывая их нереально далеко и если нам сейчас повезет по нему попасть то, думаю, вы отметите это откидывание как одно из самых лучших, которые вы когда-либо встречали хотя этот игрок определенно против ладно, соберем тем временем наш мост это наше спасение на случай падения и так же забросим ему ТНТ-шку если, конечно же, она долетит у нас до его острова вроде как долетела, но, к сожалению, ничего не разнесла продолжаем наши приключения ставим воду, чтобы избавиться от опаснейшей ситуации, когда она смогла зажечь лава и продолжаем, конечно же, изучать новых мобов а именно зомби под дровняка используя мост, как я и говорил, вместе с этим спасаясь от наших очень опасных соперников и находим лук на силу 7 и вместе с вами переходя к еще одной очень интересной новой карте под названием Тишина конечно же стоит отметить, что еще очень многие карты мы, конечно же, не успеем сегодня просмотреть именно поэтому прямо сейчас после этой игры я вам их покажу в некотором сокращении чтобы вы были готовы к новым локациям например, к адской карте или, вероятно, какой-нибудь очень футуристичной я уверен, что они вам понравятся в будущих играх ну а прямо сейчас давайте закончим наш перечень изменений и все-таки решим, является ли данная мини-игра одной из лучших этого года и, конечно же, говоря об этом, прямо сейчас стоит сказать про то что гасты стали быстрее, вместе с этим также у нас дофиксили и искусственный интеллект новов, которые теперь стали умнее и, например, та же самая овса-подрывник больше не пытается сброситься с карты и все же старается вас забрать с нами, тем временем, тиммится, судя по всему, спонтанный подписчик а вы видите прекраснейший дождь и СНТ о котором я рассказывал секунду назад ну и тем временем, продолжая поиск приключений я очень надеюсь, что сейчас мы всех еще успеем найти конечно же, как видите, гасты стали опаснее стреляют чаще, стреляют тем временем более подробно и если вы не заберете его со 100 жизнями а у него именно с целых 100 жизней в этой игре то вам наверняка не поздоровится также многим мобам добавили память относительно своего владельца и если вы получили дружелюбного моба то теперь он будет восполнить всю вашу игру и больше не будет вас дамажить таки забывая, что именно вы подарили ему жизнь хотя это не распространяется на тех же самых гастов и продолжая тем временем вместе с дождем и стрел прямо сейчас забирать еще одного очень интересного петушка давайте конечно же его заберем вроде это был гребень, так что я надеюсь он не обидится так, съедаем тем временем наше яблоко и пытаемся конечно же выплыть так, пожалуйста, я очень надеюсь, что у нас все получится и давайте сейчас это сделаем так, игрок у нас остается закидываем его ТНТшками и прямо сейчас, надеясь таки на чудо забираем его с пары ударов которые наверняка приблизят нас все-таки к финалу этой игры ну или вероятно позволят нам просто попрощаться на одной из редчайших карт под названием Лотос теперь вы видели все и я буду надеяться, что обзор вам понравился подписывайтесь на канал и жмите по колокольчику до скорых встреч